Добрый день, новости региона в эфире в студии Артемии Заварзиной. Вот о чем я и мои коллеги расскажем сейчас. Имущественные налоги в Амуре заплатили не все, каких сумм не досчитается бюджет, и каковы санкции к штрафникам. Дети, опаленные войной, требуют официально признать их статус. Новый пакет предложений депутатам подготовлен, на чем настаивают пожилые северяне. В Добролюбовке открылась выставка, посвященная столетию Потласа, календарь. Что мы увидим, пролистав его страницы. Итак, в установленный срок имущественные налоги оплатили не все жители Поморья. В инспекции ФНС приводят вот такие цифры. Из 1 миллиарда 400 миллионов рублей в бюджет поступило немногим более 1 миллиарда. В установленный срок северяне не перечислили. В концу в казну 225 миллионов рублей транспортного налога, почти 84 миллиона налога на имущество и 56 миллионов рублей земельного налога. Начиная со 2 декабря, неуплаченная сумма налогов признается задолженностью, а за каждый день просрочки платежа на нее начисляются пением. Недоимку могут взыскать и в судебном порядке. Неплательщикам грозит не только арест имущества, но и ограничение выезда за пределы Российской Федерации. Сегодня в Архангельском городском культурном центре встретились те, кого принято называть «дети войны». Пожилым людям уже за 70 они создали организацию «Дети войны» в 9 округах Архангельска, чтобы их особые права наконец признали. Но официальный статус они так и не смогли получить. Юридическое признание означает, пожилым людям будут предоставлены льготы и привилегии. Например, скидки на автобусные билеты, продукты и коммунальные услуги. Архангельская область самая богатая, самая большая область. И стыдно нашим депутатам не принять этот статус. Стыдным должно быть. В Ярославле этот статус, в Мурманске, в Нарьянмаре, в Дагестане. Сейчас они живут плохо, имеют маленькие пенсии, маленькая заработная плата была, потому что... И поэтому никак сейчас у них не получается, чтобы жизнь у них была достойная. Проект закона о предоставлении детям войны льгот уже не раз рассматривали в областном собрании депутатов. Но пожилые люди настаивают на своем. Для парламентариев они подготовили новый документ. Так, дети войны просят снизить стоимость на автобусные билеты и услуги ЖКХ на 50% и сделать капитальный ремонт бесплатным для собственников жилья. На этой неделе начинаются официальные торжества по случаю 80-летия Архангельской области. Юбилейной дате посвящен новый выпуск программы «Открытый регион». Как мы осмысливаем эту дату? С какими результатами я пришли к солидному юбилею? Что получилось? Над чем предстоит работать? И что является для Поморья самой большой ценностью? Разговор об этом с губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Итак, «Открытый регион» на нашем канале в четверг, 14 декабря, в 19 часов 15 минут, сразу после выпуска новостей. Итоги дорожных работ в 2017 году подводят сегодня на пресс-конференции в Архангельской автодоре. Некоторые цифры уже известны. В этот сезон на ремонт и строительство дорог было направлено более 4 миллиардов рублей. Средства пошли на реконструкцию почти 20 километров автомагистралей и мостов. Одним из крупных объектов стала объездная дорога в Котласе. Ее строительство, кстати, было предвыборным обещанием губернатора Игоря Орлова. Подробности у Елены Кермич. Выезд с Котласа через Коряжба на Сыктывкар – это одно из самых интенсивных направлений в городе. Здесь проходит более 7 тысяч автомобилей в день. Основная часть – тяжеловесный транспорт. Объездная дорога для города Котласа – это очень значимое событие, потому что весь большой груз уйдет по объездной дороге, и в городе станет гораздо меньше пробок. Так как сейчас большой груз проходит полностью через город, и это очень сильно затрудняет движение другим автомобилям. О необходимости объездной дороги Котлас-Коряжба говорили лет 10. Реализовать проект, который был одним из пунктов предвыборной программы губернатора региона Игоря Орлова, удалось сейчас. Жизненно важный инфраструктурный объект, выводящий транзитные потоки на автомобильный мост, то есть за пределы города, строили совместными усилиями муниципалитет и область. Те территории, которые сейчас вот здесь сзади нас мы видим, это те территории, которые в ближайшее время получат свое развитие. Как мы знаем, появляется дорога, появляется и, соответственно, жилье, промышленные объекты. Часть участков здесь уже к нам обратились, мы предоставили, поэтому здесь мы также ожидаем развития. Масштабы проведенных работ впечатляют. Объездная дорога протяженностью около 6 километров была построена всего за год. Она состоит из двух частей. Это так называемое «Восточное шоссе», заказчиком выступал Архавтодор, подрядчик – наши соседи из Великого Остюга. За строительство первого пускового комплекса автотрассы Котлас-Коряжма отвечала ДРСУ. Обе компании закончили работы раньше срока. Дорога будет стоять, тут применялся верхний слой щебеночно-мастичный асфальтобетон, который в летний период, в жаркое время, со временем трещины все равно появятся, он сам себя лечит. То есть трещины под колесами на них будут закатываться. Планируется, что новая объездная дорога будет передана сначала в областную, а затем и федеральную собственность. Это позволит сэкономить на ее содержание миллионы бюджетных рублей. Елена Кермич, Алексей Вачек, Николай Путяков, регион 29, Котлас. Организацию родовспоможения в Архангельской области и готовность перинатального центра принять пациенток обсуждали накануне депутаты областного парламента. Как заявил региональный министр строительства и архитектуры Михаил Яковлев, здание перинаталки будет сдано к концу этого года. После чего начнется его лицензирование. Для будущих мам центр откроет свои двери в феврале 2018. Обсудили депутаты и реорганизацию системы родовспоможения. Напомним, планируется в районах вместо 24 подразделения оставить всего 9. Женщины, у которых роды будут проходить с осложнениями, будут направлены в областной центр. К концу недели мы уже будем иметь полный пакет рекомендаций, полный пакет методов решения тех проблем, которые сегодня есть. Ну и соответственно уже в рамках взаимодействия с правительством Архангельской области и под ведомствами учреждения областного Минздрава, я думаю, что мы эти вопросы должны будем решать. К другим темам библиотека Добролюбова вновь принимает гостей. Экспозиция Котлосского объединения художников представила более полусотни картин, посвященных столетию Котлоса. На открытии выставки «Календарь» побывала Екатерина Широкова. Я вылюбил закон ее начала и повторял ее имена и лица. В столице Поморья котлосские художники представляли свои экспозиции в последний раз почти 8 лет назад. За это время архангельский зритель успел соскучиться по их творениям. И вот, наконец, новогодний подарок северянам – открытие уникальной выставки «Календарь», посвященной столетию Котлоса. Название «Календарь» было выбрано не случайно. Каждая картина – отражение главного события в жизни Котлоса, первое упоминание о котором относится к XIV веку. О молодом адмирале Кузнецове или даже о Святом Луке. Каждая картина рассказывает о той или иной вехе в истории Котлоса. Всего за один год художниками было написано около ста работ. Они выбрали темы исторические. Было около 20 исторических тем предложено. Каждый выбрал что-то для себя подходящее. И писали картины, которые потом и составили экспозицию выставки и вошли в календарь. Тот самый календарь теперь есть и у Добролюбовки. Выставка – достойное завершения мероприятий по случаю юбилея Котлоса. Выставка очень интересная. Я думаю, что она будет интересна всем. И котлашанам, и архангелогородцам. Кто был когда-то в Котлосе, посмотреть историю, вспомнить. Кто не был, посмотреть, чем значим город Котлос в Архангельской области. Экспозиция будет работать до 15 января. Перевернуть страницы календаря сможет каждый желающий. Екатерина Широкова, Александр Кузнецов, Регион 29. Областной общедоступный телеканал «Правда Севера» укрепляет позиции в регионе. Благодаря поддержке архангельского отделения компании «Мегафон» передача телевизионного сигнала в районы области будет улучшена. Компания «Мегафон» обладает обширной сетью, в том числе и по Архангельской области. Посредством этой сети в рамках подписанного договора компания «Мегафон» транслирует сигнал от оборудования телеканала «Правда Севера» в Архангельске до региональных кабельных операторов области. Населенные пункты и кабельные сети, до которых, к сожалению, очень тяжело дотянуться. И благодаря компании «Мегафон» и сегодняшнему подписанному договору мы имеем качественный сигнал во всех 15 кабельных сетях Архангельской области на 21-й кнопке. Сегодня канал «Правда Севера» ведет не только жители областного центра Северодвинска и Новодвинска, но и Мирного, Вельска, Шенкруска, Котласа, а также Онежского, Пинежского, Мизианского районов, Ненецкого округа. Всего 22 муниципальных образования и района. Завтра, 13 декабря, не забудьте включить свои телевизоры в 18.30 и настроиться на канал ТВ-центр. Это традиционное время выхода в эфир программы «Городская среда». В этот раз в гости к Алексею Шемякину придет председатель комиссии по экономике, собственности и предпринимательству Архангельской городской думы Александр Фролов. Тема для разговора – дорожный ремонт, ветхое аварийное жилье, изменения в генеральный план развития областной столицы. Мы ждем и вашего участия в программе. Телефон прямого эфира 211-385. Сейчас в Вельск. Там открыли обновленный хоккейный корт. Теперь, благодаря современному оборудованию и качественному освещению, можно проводить тренировки и соревнования не только местного уровня. Владлена Романова продолжит. Реконструкция хоккейного корта «Заря» завершилась за рекордные три месяца. Объем работы огромный и многих часов труда силами игроков, начинающих хоккеистов и их родителей. И вот, современная коробка к сезону готова. Старые деревянные борта заменили на ударопрочные пластиковые, добавили освещение. Я очень горжусь тем, что с территории именно этой площадки у нас есть и мастера спорта, есть и девочки, и мальчики, которые сегодня занимаются высшей лиги. Одного тайма на новом корте хватило, чтобы игроки почувствовали ощутимую разницу с тем, что было еще несколько месяцев назад. Когда поставили борта, стало очень хорошо на корте. Стало лучше кататься. Шайба начала никуда улетать. Думали, что немножко будет шататься или устойчиво. В итоге очень хорошо, достойно. Долгожданное обновление получилось благодаря совместной работе районной администрации и областной поддержке со стороны агентства по спорту, а также общественникам и частным инвесторам. На сегодняшний день или вообще каждый год порядка 10-15 муниципальных образований участвуют в нашем конкурсе, который проводит агентство по спорту на получение средств, на обустройство плоскостных сооружений. И, как правило, конкурс проходит в начале года, но к концу года мы получаем результат. На полученные средства удалось установить самое качественное оборудование. Монопластиковые, то есть очень крепкие, ударопрочные, менее звучные, чем более дешевые бортики, безопасные и менее травмоопасные. Новый корт позволит качественно улучшить процесс тренировок. Как признаются хоккеисты, для полного счастья не хватает крытого катка, на котором можно будет заниматься круглый год. Владлена Романова, Анатолий Квасков, Вельск. В Северодвинске прошел 16-й традиционный турнир по рукопашному бою. Он посвящен памяти офицера спецназа регионального УФСИН Дмитрия Кононова. Участников 87 человек. Из них 10 – сотрудники отдела спецназначения «Севуч». Среди них не только представители силовых структур, но и лучшие спортсмены различных возрастных групп со всего региона. Так как дети у нас здесь участвуют, это позициональное воспитание, это наша будущая смена, поэтому в этом плане я считаю, что турнир удался. По результатам турнира в командном первенстве бронзу заслужили представители Северодвинска, вторыми стали спортсмены Росгвардии, а золото завоевали бойцы УФСИН России по Архангельской области. Архангельский водник после небольшого перерыва в чемпионате страны вновь приглашает болельщиков на трибуны стадиона «Труд». Завтра, 13 декабря, желто-зеленые сыграют с новосибирским Сипсельмашем. Начало домашнего матча в 19 часов. Те, кто не смогут лично поболеть за водник на стадионе, смогут сделать это благодаря нашему телеканалу. Прямую трансляцию смотрите в информпроекте на канале «Правда Севера», также на сайтах «Правда Севера» и «Регион 29», кроме того, на страничке водника на Ютубе. Итак, болеем за водник и ждем новых побед. Такие новости к этому часу, но я не прощаюсь. Увидимся очень скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова